Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не могу прийти в себя после неудачной операции. Теперь лежачий, просил уже 3 месяца, и я до сих пор не вижу смысла жизни. Пробую переключиться на книги, но когда их читают, в голову лезет мысль, что год назад и в это время я ходил. И так постоянно не могу смотреть ТВ, так как опять эту мысль, что год назад я был здоров. Не знаю, как справиться с этими мыслями, лежим и смотрим в стену. Ну, во-первых, я вам сочувствую. Действительно, ситуация очень тяжелая и непростая. Во-вторых, я бы сказал, что нужно понимать все детали вашего состояния. То есть, все детали и всю специфику. Если вы называете, допустим, свою операцию неудачной, вот, то что, просто неудачная операция и все, то есть, как бы, ну, как это, вот, как это работает. То есть, если операция неудачная, значит, ну, какие-то, ну, компенсации вам, какие-то льготы и так далее. То есть, что, что в данном случае в этом направлении вы за себя получили, потому что, как бы, согласитесь, что немного странно видеть, да, ну, ситуацию, где вы просто говорите о том, что операция неудачная, вот, и как бы, ну, вот, как, ну, какой-то факт к этому, как к какому-то факту это относится. То есть, это, в первую очередь, нельзя ни в коем случае оставлять без, ну, без внимания, да. То есть, если была врачебная ошибка, вот, что необходимо, чтобы это было как-то вам размещено. Вот. Это, как минимум, даст вам ощущение, что ваше здоровье, да, оно, вот, ну, скажем так, скажем так, ваше здоровье чего-то стоит, ваше здоровье что-то значит. Это не просто, так скажем, ну, не просто какая-то такая эфемерная, да, не просто такая эфемерная единица, которую вот просто можно взять, да, и, ну, как-то вот кому-то отдать, например. Это первое. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, отключается в том, что у вас, на самом деле, травма. И травма, достаточно серьезная. Это травма. Тоже нужно, нужно признать, да, признать, что вот есть вот травма. что делают с травмой, да, травмой работают. То есть, травму… травму проживают, боль. Оп! Травмы, чувства. Вот. Проживают. Это второй момент, т.е. вы снимаете, скажем так, своё эмоциональное напряжение, которое образовалось. Образовалось, кстати, ну вот вполне по естественным причинам, т.е. тут в этом ничего нет такого ужасного и плохого. Это абсолютно нормальная история, что вы драмировались. Другой вопрос заключается в том, разрешаете ли вы себе плакать, разрешаете ли вы себе, условно говоря, оплакивать своё изменение и т.д. Если человек что-то потерял, что-то потерял, то ему нужно это оплакивать. Ему нужно это оплакивать в любом случае. Вот, это очень такой важный элемент для того, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Вот, чтобы иметь возможность найти для себя ресурс. Вот, ресурс смотреть в будущее. А вот сейчас, ну как бы, понятное дело, что этого у вас нет. Сейчас вы себя не чувствуете. Вот, чтобы ресурс появился, нужно сначала постараться освободить место для него. Вот, а все ваши силы на данный момент уходят, ну вот в этом смысле, понятно куда, да, все ваши силы уходят на боль. Вот, и, собственно, опять же здесь это абсолютно нормально. То есть в этом нет чего-то такого аномального. Дальше. 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 Потеря смысла, потеря смысла жизни. Действительно, потеря смысла жизни, она, ну, серьёзная. То есть это, это серьёзно, это тяжело и, как мне кажется, нужно вам для себя находить, нужно вам для себя находить новые смыслы жизни. Вот. Я совру, если скажу, что это легко. Это нелегко. То есть это совсем нелегко найти новый смысл жизни. Вот, но сделать это возможно. То есть это реально сделать на самом деле. Вот. А другой вопрос заключается в том, ну, готовы ли вы, да, к этому, хотите ли вы этого? Интересно ли вам это? Вот какой вопрос здесь. То, что вам тяжело и больно. Это понятно. Вот. Это понятно. Но, как бы, готовы ли вы двигаться дальше? Вот. Что здесь самое, по-моему, такое вот важное? Ну, а, значит, психологи, да, психологи могут вам помочь. Я думаю, так. То есть вам сейчас, на мой взгляд, нельзя оставаться одному. Вам сейчас, на мой взгляд, нужно окружить себя людьми, вот, которые могут дать вам поддержку. Вот. Это, пусть это будут, пусть это будут, значит, психологи, если это психологи, пусть это будут ваши близкие, если это близкие. То есть, на мой взгляд, тут, в данном случае, не имеет особого значения, ну, кто Эпа. Ну, самое главное, чтобы такие люди были, вот. Если так будут, то есть, если вот такие люди будут, и если вы активно будете заниматься, ну, с собой, да, если вы активно будете заниматься, значит, своим психологическим здоровьем, вот, то ситуация вполне может улучшиться. Ситуация вполне может стать позитивной, и этот кризис вы преодолеете. Ну, мне кажется, что вам сейчас первостепенно важно именно выговориться, и первостепенно важно именно вот выразить, всю боль, которая у вас имеется. Вот. Я думаю, я думаю так, я думаю так, я думаю так, я думаю, что вот такой, ну, примерно ответ, вам можно сейчас предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Я думаю, что поплакать может быть даже, скажу сейчас, такую очень, очень страшную вещь, вот, пожалеть себя, вот, может быть, вот это всё вам сейчас было бы очень-очень полезно. Другой вопрос. Другой вопрос заключается в том, хотите ли вы всеми этими вещами заниматься? то есть, если у вас для этого возможности, если у вас для этого ресурсы, вот, у вас их может и не быть в целом, и в таком случае это может быть проблемой, вот. Такой, я бы сказал, знаете, ну, дезморализующей, дезморализующей проблемы для вас, вот, к сожалению. Но, даже в этом случае, в этом нет чего-то страшного, даже в этом случае, в этом нет ничего критичного. И, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы себя не мучить, чтобы себя не напрягать, а, чтобы максимально вот, скажем так, в этих новых реалиях искать, искать для себя возможность, ну, вот, скажем так, для самореализации. Вот. То есть, вспомнить о своих интересах, вот, смотрите, что вам интересно. То есть, вы много говорите о том, что вы, ну вот, когда вы были здоровы, то есть, вы будете очень много об этом говорить. Но, смотрите, штука в том, как, как вы свое здоровье использовали? То есть, на что? на что вы использовали свое здоровье, куда вы его, скажем так, расходовали, да? Ну вот. То есть, это такая довольно важная вещь. И если, если вы сейчас жалеете о том, как жили, да? Вот. То, на мой взгляд, это связано с тем, что вы, ну, вот, я бы сказал, что жили, ну, не совсем так, как вам, ну, например, хотелось. Вот. Потому что человек, если он, ну, живет так, как ему хочется, если, то он не жалеет. А он не жалеет об этом, как, как прохил. А, вау, живет. А вы получаете жалеет. И это? То, что, ну, то, что вы жалеете об этом. А, когда такие вот. Например, могу идут нам из лапы, что, возможно, возможно, в своей жизни вы распоряжались, ну, скажем так, не совсем корректно. Вот. Даже будите здоровы, здоровы. Следующий момент. Одно дело, если вы переживаете из-за потери возможностей для себя что-то делать, то есть я не могу ходить и не могу что-то делать. Так, к примеру. Это одно. Другое дело, если вы переживаете просто из-за факта того, что вы теперь нездоров, понимаете, да, немножечко, немножечко здесь разные векторы идут. Вот. И это серьёзно. Это потому что довольно легко может сбивать стулку. Вот. Довольно легко может мешать. Довольно легко может вкладывать ложные мысли и так далее. Вот. Вы можете обратиться, в принципе, в кризисный центр. То есть вы можете обратиться как раз к, ну, скажем так, к кризисным специалистам. Вот. Кризисные специалисты помогут вам. Ис. Кризисовый. То есть вы. 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 Кризисные специалисты. То есть вы, то есть вы. То есть вы, то есть вы. То есть вы видите. Дальше, с этим, вы уже решите, что делать, вот, ну то есть, понятно, что сейчас вы чувствуете себя плохо, сейчас вы чувствуете себя ужасно, вот, сейчас вы чувствуете себя, значит, так скажем, что вы чувствуете себя, а то есть, что вы чувствуете себя, что выбор, если вы чувствуете себя, Помимо этого, вам было, ну вот, что-то интересное, и ещё. И с интересом, конечно, можно и нужно. Можно и нужно ваш интерес развивать, и можно и нужно помогать вам находить какие-то новые, скажем так, ну вот, какие-то новые точки, точки применения этих интересов. Вот. Вот, пожалуй, то, что на данный момент я хотел бы, вот, баланс принести. То есть, ну, понятно, что проблему, ну вот, сейчас, на данный момент здоровья вам никто не вернёт, да? То есть, это, ну, понятно. К сожалению. Вот. То есть, понятно, что здоровье не вернёт, а мотивации что-то делать нет у вас. И идея заключается в том, как мне видится, чтобы, ну, отстроить себя заново. Потому что другого выбора всё равно, как мне кажется, у вас нет. Вот. Так я бы хотел вам ответить. Сейчас. Вот. Сейчас. Вот. С точки зрения. Моей ряд, ну, с точки зрения. А. Психология. С точки зрения. А. Ам... Ээээ, ещё раз, ещё раз! Эээ, повторюсь, что... Эээ, Я. Ээээ, я вам себя чувствую. Я сочетаю той ситуации, в которой вы оказались болезненными, непростые для себя. И прекрасно понимаю, что чувствуете вы себя одиноко, чувствуете вы, что, ну, может быть, что не нужны никому, чувствуете вы всё, что можно чувствовать, в общем. Вот. И чувствуете, что самое главное, что жизнь она заканчивается или закончилась. Так вот, хочется сказать, что это ошибочное чувство. Жизнь не закончилась. Она продолжается, как бы. Вот. Просто теперь немножечко вот в другом, скажем так, контексте. Вот. В любом случае вы не один. Обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу я позволю вам нажать на слабую, по слабой работе. Удачи вам, всего самого доброго.